Привет, друзья! Сегодня будем готовить пиво золотой имбирный эль или golden ginger ale. Пиво очень вкусное, с необычным вкусом. И вот после того, как мы приготовили Hug Garden, очень много людей повторило этот рецепт, очень много зрителей, очень много подписчиков. Всем понравилось, всем пиво понравилось. И я решил немножко свернуть с пути обычных рецептов пива и все-таки в сторону ароматизированных сортов каких-то, так сказать, пройтись, рассказать вам, поделиться. Поэтому сегодня золотистый имбирный эль. Помимо самого рецепта пива мы сегодня поговорим и посмотрим, как бы раскроем вопрос осадка в пиве. Очень многих зрителей часто пишут, меня напрягает, то, что в бутылках образовывается сильный слой осадка. Смотрите, этот осадок состоит из нескольких составляющих. Первое, это взвесь дробленого солода. Второе, это взвесь хмеля, который мы добавляем при затирании. И третье, это дрожжевой осадок. Вот из всех трех осадков, осадок, который нам реально нужен в бутылке, это дрожжевой осадок, потому что он служит концентратом, консервантом, извиняюсь. Все остальные осадки, по большому счету, нам не нужны. Но меня они совершенно не напрягают, потому что пиво очень легко выливается из бутылки. Осадок достаточно плотным слоем после месяца выдержки оседает на дно. И совершенно спокойно пиво можно наливать. Никаких хлопьев там нет. Но все же количество этого осадка можно уменьшить. Для этого нам надо провести две процедуры. Первое, это при варке пива хмель вносить не прям в сусло, а вносить в мешочках. И второе, фильтровать пиво при переливе фермента. Вот сегодня мы эти вопросы, так сказать, поднимем. И я покажу, как это делается. На самом деле делается все это просто. Для этих операций я приобрел вот такие вот женские гольфики капроновые. Они продаются в упаковке по 4. То есть они не плотные. Я не знаю, там сколько дэн было на упаковке написано. Честно, не очень разбираюсь в этом. Но они совершенно не плотные. Самые дешевые. Продаются по 4 штуки в упаковке. Стоят около 5 гривен. Ну это 10 рублей примерно. Ну в общем, ничего не стоит. Можно использовать как одноразовый материал. Для приготовления имбирного эля нам понадобится следующее оборудование. Пивоварня. У меня пивоварня не автоматическая. То есть это самый обычный котел с двойным дном и с циркуляционным насосом. Сделано в кустарных условиях. Я использую также кустарную автоматику. Такую полуавтоматическую. Которая поддерживает температуру. Вот сейчас вот работаю, кстати, над новой автоматикой, которая будет регулировать насос. В общем, в ближайшее время, в декабре, представлю вашему вниманию, так сказать, как я сделал автоматику такую универсальную для пивоварни и для обычного самогонного аппарата. Будет отдельное видео. А в январе, наверное, закончу уже собирать автоматику, которая полностью автоматизирует процесс пивоварения для автоматических пивоварен на базе микрокомпьютера Ардуино. Но это отдельная тема. Следите за видео в ближайшее время. Но в декабре будет одна, в январе другая. Причем первая, которая не полностью автоматическая, которая собрана на базе контроллеров, мне лично нравится значительно больше. Не доверяя этим микрокомпьютерам. И, в принципе, если доверить процесс пивоварения, полностью автоматизировать его, доверить компьютеру, то где-то до кайф. Проще в магазин сходить. А собранная на контроллерах автоматика для поддержания температур, для управления насосом, на мой взгляд, будет оптимальный вариант. Плюс к тому, что она будет универсальная. И будет стыковаться не только с пивоварней, но и с обычным самогонным аппаратом для некоторых функций. Ну, в общем, все потом расскажу. Понадобится нам ферментер. Я использую вот такой вот 30-литровый ферментер. Прикольная штука. Продается в строительных магазинах в обычных. Ну, вот у нас в УПИ-центре продается. Ферментер желательно, чтобы был срезанным краном. Объясню почему чуть попозже. Это пластиковый кран польской фирмы Бровин. И вот эта вот наклейка тоже. Это все польский производитель Бровин. Его можно найти очень просто в интернете. В крайнем случае можно врезать вот такой вот обычный кран, как сантехнический кран для полива, как стоит у меня на пивоварне, на котле. Также нам понадобится емкость для нагревания воды, для промывки солода. В данном случае в пивоварне у меня 20 литров воды. И здесь у меня 10 литров воды. То есть всего 30 литров воды я грею. В пивоварне будем варить. А эту воду нагреваем в процессе варки до 80 градусов. Будем потом промывать солод. Теперь давайте поговорим о ингредиентах для приготовления пива. Итак, для приготовления Golden Ginger Ale нам понадобится весь солод помолотый. Я его, когда покупаю, я сразу же его заказываю с помолом. Если у вас есть дома мельница, то можно заказывать обычный солод и дома молоть. Не пытайтесь делать этого на мясорубке. Такое занятие неблагодарное, честно вам скажу. Итак, Vermann Pale Ale 3,8 килограмма. Caramber 0,5 килограмма. Vermann Vensky 0,4 килограмма. И карапиле 0,3 килограмма. Все это количество солода указано из расчета на выход 25 литров пива. Также нам понадобится хмель Bramling Cross. Две упаковочки я вот развесил по 25 грамм. Понадобятся дрожжи. Я использую дрожжи для Ella S04. Сухая цедра апельсина. Вот так вот она выглядит. 10 грамм. Далее 5 грамм этого ирландского моха для коагуляции белка. Для того, чтобы посадить белок в готовом сусле. И понадобится имбирь. Корень имбира. Имбиря. Две порции. Одна порция 50 грамм. И вторая порция 10 грамм. Порцию 10 грамм я поместил в пакетик для удобства. Потому что вносить мы его будем чуть позже. Не сразу при варке. Как обычно я делаю. Текстовый пошаговый рецепт пива. И количество всех ингредиентов. Исходя на 25 литров пива. Вы найдете в описании видео. Также с этого видео я начал расписывать температурные паузы. Для автоматической пивоварни. Чтобы зрителям, у которых есть автоматическая пивоварня. Было удобнее. Проще варить. Не заморачиваться. Ничего не рассчитывать. То есть в текстовом рецепте расписано. И с добавлением воды в обычной кастрюле. Как сварить зерновое пиво. И паузы для автоматической пивоварни. Я же варю, как я уже говорил, не на автоматической. На обычной пивоварне. Ну и как вы наверное знаете. Поэтому первая пауза у нас 65 градусов. Я включаю нагрев до 65 градусов. И жду пока вода нагреется. После этого буду вносить солод. Еще одна рекомендация для владельцев пивоварин с двойным дном. Я вот сейчас вот как-то очень заинтересован в покупке пивоварни с корзиной. Потому что двойное дно, по моему мнению, это зло. Много мороки. В общем с этим двойным дном целая история. Очень неудобно. Поэтому сейчас я нашел вот такой вот выход. Это мешок для затирания. Можно купить на Алиэкспрессе. Можно купить у нас в Украине. Продается. Я думаю, что и в России достаточно просто. То есть суть в чем? Суть в том, что когда мы затираем в мешке, как и в пивоварне с корзиной, мы просто вынимаем солод после промывки. А если у нас двойное дно, нам надо вычищать пивоварню, снимать это дно, вымывать все. Ну в общем, если у вас пивоварня с двойным дном, или варите просто в кастрюле, купите, не пожалейте 5 долларов на Алиэкспрессе, или просто найдите у себя в регионе мешок для затирания, вам будет значительно проще. Друзья, водичка нагреется до 65 градусов, и я вернусь к вам. Вода нагрелась до 65 градусов, наступило время внести солод. Друзья, по поводу воды. Если вы варите пиво в домашних условиях, не используйте воду из-под крана. Лучше всего использовать очищенную воду системой обратного осмоса. Если у вас дома нет фильтра, то можно покупать воду в пунктах продажи питьевой воды. Потому что некачественной водой можно крепко испортить, тем более хлорированной, крепко испортить вкус напитка. Поместил я, как видите, мешок сюда для затирания. И вношу солод. Первая температурная пауза 65 градусов в течение часа. Мы выдерживаем эту паузу. Если вы в обычной кастрюле варите, то, естественно, солод время от времени перемешивайте. И старайтесь не допускать сильных скачков температуры. Если у вас есть какая-нибудь простенькая автоматика, как у меня, то установили 65 градусов. И себе спокойно час гуляем. Через час проведем сахарную пробу. Для этого набираем немножко сусла. Желательно в белую посудинку. Капаем сюда йода. Извиняюсь, я сказал сахарную йодную пробу. Йод не должен изменить цвет. То есть он должен остаться коричневым, вот таким вот, как он есть на самом деле. Если йод меняет цвет в сторону синего или фиолетового, значит, крахмал еще не полностью осахарился. И стоит продлить первую температурную паузу еще минут на 10-15. После чего опять провести йодную пробу. Так как йод совершенно не поменял цвет, можно переходить ко второй температурной паузе. Вторая пауза в нашем рецепте 72 градуса. Нагреваем сусло до 72 градусов. После того, как температура будет достигнута, выдерживаем паузу 10 минут. И после этого перейдем к третьей. Через 10 минут можно перейти к последней завершающей температурной паузе, которая называется мешал. Эта пауза одинакова для всех рецептов пива. Собственно говоря, тут не включаются никакие ферменты, то есть ни осахаривания не происходит, а наоборот, выключается как бы так образно ферментация. Температура 78 градусов приводит к тому, что прекращается ферментация, прекращается действие всех ферментов в пиве. Поэтому эта пауза очень важна и проводить ее обязательно. Хотя во многих рецептах пишут, что мешал не нужен. Используют там 2-3-4 температурных паузы при осахаривании, прошу прощения, и заканчивают, допустим, на 72 градусах и не проводят последнюю паузу. Я рекомендую ее проводить, потому что считаю, что это правильно. Итак, друзья, я включил нагрев. Нагреваем до 78 градусов. После этого выдерживаем паузу 5 минут. Вы часто спрашиваете, как считать паузы. Вначале нагреваем, время нагрева не считаем. Время паузы считаем от достижения затором нужной температуры. Точно так же при кипячении несколько раз задавали вопрос. Допустим, я говорю, кипятит сусло 70 или 80 минут. Мы доводим сусло до кипения. Это время, естественно, не считаем. После того, как сусло начало кипеть, вот тогда начинаем отсчет времени. При кипячении происходят немножко другие процессы, в том числе и в кипании жидкой части сусла. За счет этого повышается количество сухого остатка. Увеличивается плотность сусля, повышается количество сухого остатка. Именно поэтому сейчас, для того, чтобы получить на выходе 25 литров пива, мы будем фильтровать сусло, где-то собирать 27-27,5 литров сусла. Все зависит от длительности кипячения. В этом рецепте кипячение не очень длинное. По-моему, около 70 минут. Сейчас точно еще подсмотрю в рецепт. Поэтому 27 литров сусла будет собрать достаточно. Проведем паузу и будем действовать по порядку. Закончилось время последней паузы. Переходим к сбору сусла. Нагрев, естественно, выключаем. Циркуляцию тоже. Начинаем фильтрование. Сусло сливается, и мы можем начинать процесс промывки. Нам надо собрать, как я уже говорил, 27 литров сусла. В чем заключается этот процесс, друзья? Мелкодисперсный солод на ситчатом дне образует фильтрующий слой. Таким образом, проливая солод горячей водой, мы вымываем из него все сахара и собираем нужное нам количество сусла. Почему вода должна быть именно горячей? Температура воды должна быть выше 80 градусов. Потому что температура остановки процесса ферментации в солоде 77-78 градусов. Следовательно, если сусло у нас остынет в процессе промывки, то процессы ферментации снова запустятся. И вкусовые качества пива в конце не получатся такие, как заданные рецептом. Поэтому мы промываем водой, температурой, ну вот я всегда говорю 80 градусов идеально. Хотя в рецептах пишут 78. Оно же еще пока фильтруется, будет остывать так или иначе. То есть желательно, чтобы пока солод проливается, чтобы температура не падала ниже 78 градусов. Таким образом, промывая солод, отфильтровываем 27 литров сусла. Нужное количество сусла собрано. Теперь можем извлечь отсюда солод, прямо в мешке. И возвращаем сусло в котел. Сусло горячее. Я вначале половину перелью ковшиками, А потом уже остальное перелью так, переверну, потому что боюсь обжечься. Сусло перелито, приступим к варке. Включаю нагрев. Циркуляция это так, по желанию. Мое мнение, что с циркуляцией быстрее нагревается. И устанавливаю термометр. До температуры 98-99 градусов нагреваю сусло с максимальной скоростью, на максимальной мощности тена. Потом мощность тена нужно будет уменьшить. Я расскажу чуть позже, почему. 50 грамм имбиря. Наколю вот так вот мелко ножом. Ну, измельчу. Имбирь сушеный, поэтому измельчать его достаточно сложно. Сейчас возьму досточку, на досточке его порежу, потому что так не получится. Далее следует продезинфицировать оборудование, с которым мы будем работать. Это непосредственно сам терментор и мешалку, которой будем перемешивать сосна. Для дезинфекции оборудования я использую пиросульфат. Продается в интернет-магазинах. Вот так вот. Чайная ложечка на литр водички. Сюда мешалочку. Все это взбалтываем. Ну, потом непосредственно уже перед разлитием хорошенько все промою этим раствором пиросульфата. Кстати, пиросульфат можно переливать в стеклянную тару, хранить и использовать повторно. Еще одно действие, которое нам необходимо провести, это запарить ирландский мох. Для этого в любой емкости заливаем 5 грамм ирландского моха кипятком и оставляем до момента внесения. И вот смотрите, друзья, когда сусло подходит к закипанию, уменьшаем нагрев, во-первых, тут образуется такая пенка. Эту пенку собираем для того, чтобы пиво у нас было потом чистое, как слеза. Почему я говорил, что нагрев надо уменьшать? Потому что вот на этом этапе, в момент закипания, будет происходить очень сильное пенообразование. Если вы его пропустите, там отмечетесь куда-то. Это я один раз во времена, когда варил пиво еще в доме, отвлекся в этот момент. В результате вся кухня была залита пеной. Ну, наверное, излишне рассказывать, как я с тряпкой вымывал кухню и как надо мной злорадно насмехалась Лариса в это время. Сусло закипело. И вот пусть оно кипит вот так вот, не очень бурлит, как говорится, на медленном огне при немного прикрытой крышечке. С этого момента начинаем отсчет времени варки. И сразу же после закипания сусла вносим первую порцию хмеля. Ну вот, как я уже говорил, вношу в мешочке, чтобы мешочек у меня не перекрыл входное отверстие насоса. Просто подвешиваю его возле циркуляционного насоса. Если вы варите просто в кастрюле, то можете бросать мешок в кастрюлю. Понятно, что его... То есть у меня есть опасение, что мешочек засосет в насос и что он пригорит на тене. Я этого не хочу, поэтому вот таким вот образом подвешиваю его. Время пошло. Сусло варится. Общее время варки сусла в этом рецепте 70 минут. Первое хмеление делаем сразу же после закипания. На 50-й минуте кипения добавляем в сусло порезанный имбирь. Ну как запахло сразу. Пиво будет. На 55-й минуте кипения отправляем сюда второй мешочек с хмелем. Друзья, за 10 минут до окончания кипения вносим в пиво наш уландский мох. Он свяжет и осядет белок. Осадит. Вносим сюда же апельсиновую цедру. И если мы будем охлаждать пиво с помощью чиллера, то самое время поместить чиллер. 10 минут чиллер будет кипятиться в сусли и за счет этого продезинфицируется. Так, это тут мой мешочек с хмелем. Первый мешочек я уже извлек. а второй у меня плавает, еще охмеляет и пусть себе здесь плавает. Варим пиво еще 10 минут. На 70-й минуте заканчиваем процесс варки и приступаем к охлаждению. Сейчас я включу воду на чиллер, чтобы пиво охлаждалось. И вот друзья часто спрашивают по поводу чиллера насколько критично быстро охладить пиво. В теории очень критично. Но на заре своей туманной пивоваренной юности я варил пиво ну, проигнорировал эту историю. В общем, варил, переливал его в ферментер вот прям после варки, да, давал ему отстояться, чтобы осела вся взвесь. После этого переливал ферментер. Оно у меня ночь остывало. К утру как раз была температура нужная 30 градусов температура заселения дрожжей. Я заселял дрожжи, какого-то особого негатива я не прочувствовал. Никогда у меня не было такого случая, чтобы пиво я чем-то заразил, оно у меня испортилось. То есть в теории да, его надо охладить быстро. Идеальный вариант для этого чиллер вот такой вот погружной. Можно использовать котел с пароводяной с водяной рубашкой. Можно также если вы варите в кастрюле переместить эту кастрюлю просто в ванную с холодной водой. Ну или как я говорил уже ничего страшного не произойдет. И поверьте, в древности когда варили пиво никто его с чиллером не охлаждал. Варили сусло, оставляли до утра, оно охлаждалось и потом заселяли дрожжи. Но это мое личное мнение, мой личный опыт, мое личное мнение. Не используйте это как руководство к действию. В любом случае теория говорит, что пиво надо охладить. Поэтому я включаю водичку на чиллер и охлаждаем до температуры 30 градусов. Сусло охладилось до 30 градусов. Выключаем циркуляцию или если у вас нет насоса, перестаем его мешать, чтобы вся взвесь осела. И дадим суслу постоять несколько минут для того, чтобы все осело и как можно меньше всякой взвеси попало к нам ферментер. И вот наступило время переливки в ферментер. Что я сделал? Я взял такой же гольфик на краник его, просто примотал проволокой и через этот гольфик начинаем сливать сусло. Таким образом вся взвесь, которая стремится попасть нам в ферментер, ну более-менее крупная, конечно, останется в этом гольфике. Он будет действовать как своеобразный фильтр. Я пробовал использовать фильтр базука, который одевается с другой стороны этого краника, сетчатый фильтр. Пивобары, наверное, знают, а тех, кто еще не сталкивался, трубка длинная длиной 20 сантиметров из сетки, которая накручивается с противоположной стороны. Так вот, результата она не дает. А такой фильтр из гольфика дает отличный результат. Совершенно понятно, что после того, как все сусло перелито, аккуратно снимаем наш импровизированный фильтр. и вот смотрите, сколько у нас здесь твердого остатка, который у нас не попал в ферментар. Эта штука могла бы быть в вашем пиве. Когда вы спрашиваете, как избавиться от осадка, вот один из способов, друзья. Еще можно струсить его, чтобы с него стекло. пиво перелито. Осталось дело за малым. Внести дрожжи. Рассыпаем дрожжи по поверхности сусла, накрываем крышечкой и даем им регидратироваться в течение 10 минут. Это время приступим к самому неприятному занятию. По крайней мере, я приступлю. Это к мойке котла. У меня почему-то пропал свет и спустя минуту свет проявился. Появился, вернее. Поэтому я приступлю к мойке котла, но предварительно расскажу, как дальше быть с нашим пивом. Первое, друзья, пиво будет после того, как мы перемешаем дрожжи, перемешаем их через 10 минут ставим пиво под гидрозатвор. То есть закрываем плотно крышкой, наливаем в гидрозатвор спиртосодержащую жидкость. Это может быть либо самогон, либо водка, либо же головы от любого дистиллята. Это мое личное мнение. В принципе, многие заливают воду, ничего страшного в этом тоже нет. Я заливаю все-таки спиртосодержащую жидкость. Уже неоднократно рассказывал, почему. И ставим на брожение на 10-11 дней. Пиво у нас будет бродить 10-11 дней. На третий день мы берем 10 грамм нашего имбиря, джинджера. Мелко его накрошим соломкой. Помещаем в мешочек для сухого охмеления. Такие мешочки продаются. Если нет мешочка, можно такой же носочек использовать, ну вот, как мы использовали в качестве фильтра. Помещаем этот имбирь в мешочек. Опускаем на минуту в кипяток полностью, чтобы все продезинфицировалось. И отправляем прямо, то есть открываем крышку и отправляем бродящее пиво. Этот мешочек там будет находиться до конца брожения. После этого, друзья, через 10-11 дней, то есть я обычно строго не придерживаюсь, я знаю, что не меньше 10 дней, то есть на 10-11 день разливаю пиво. Так вот, через 10-11 дней разливаем пиво по бутылкам. Если вы не знаете, как это сделать, в описании этого ролика я размещу видео, как правильно разлить пиво на карбонизацию. Разливаем пиво на карбонизацию и через 2 недели уже можем наслаждаться прекрасным напитком. Что касается сроков годности домашнего крафтового пива, лучше всего идеально выдержанное пиво от месяца. У меня пиво стояло максимальный срок полтора года, при этом оно не только не портилось, а вкус его только улучшался. Мне понравилось выдержанное пиво, я делал эксперименты, действительно оно становилось все вкуснее и вкуснее. Поэтому информация о том, что домашнее крафтовое пиво быстро портится, это все чепуха полная. Оно стоит год, оно стоит точно и только улучшает свои качества. Так вот, разлили пиво на карбонизацию, через 2 недели после разлива на карбонизацию пиво уже можно дегустировать. Но лучше подержать месяц. Поверьте, друзья, это будет настолько прекрасный напиток, просто вы себе не представляете, ни с каким естественно заводским пивом вы это не сравните. Несколько раз было такое, что вот мои подписчики, зрители просили, ну вышли мне бутылочку на пробу, я хочу принять решение, стоит ли траты заводить, покупать пивоварню, возиться с этим процессом, стоит ли оно того, действительно ли вкусно. я отправлял бутылочку на пробу и действительно люди, я четко знаю, после этого начинали варить пиво, потому что постоянно звонят, постоянно спрашивают, пишут, советуются, точно знаю, что начали варить пиво. Поэтому еще раз утверждаю, что такого пива, как домашнее крафтовое, сваренное вами лично, вы не купите нигде, даже в крафтовой перед пивоварни, ваше домашнее пиво все равно будет значительно вкуснее. Поэтому, друзья, это был рецепт. Если вас интересует, если вы еще не начинали варить пиво, то есть этот рецепт, я тут особо не углублялся в процессы, если вы не начинали варить пиво, на моем канале есть вообще, ну, четкая, пошаговая инструкция, там, где по каждому процессу я прохожу, называется «Как сварить пиво для начинающих», можете посмотреть это видео, если вы будете варить пиво первый раз, обязательно его посмотрите перед тем, как начинать. Ну и, друзья, как всегда, призываю вас, прекращайте покупать, обогащать пив в заводы, прекращайте покупать в магазинах дрянь, потому что то, что продается в магазинах, по крайней мере, бюджетный сегмент, это к пиву имеет очень такое отдаленное отношение. И начинайте готовить достаточно просто, в домашних условиях, прекрасный напиток, которым вы будете просто наслаждаться. Друзья, надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!